Продолжение следует... 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 Акробатика, гимнастика, плавание. Теперь, что касается непосредственно детей. Так как мы в прошлом году очень много осмотрели дедов, и я вам сейчас коротко, с самого начала, что надо и какие возникают проблемы с ним. Коротко, что с этим делаем. То есть первое, что мы делаем, это, конечно, речевой пояс у нас. И дети просто не могут поднять руки в сторону. Нарушение белосанки. То есть это сразу все видно. Дальше, просто, когда отловим ручки, то, что у нас есть патология в позвоночнике, это все руками чувствуется. Если кто-то хочет попробовать, то может подойти. То есть надо чувствовать руками. Это мы смотрим подвижность в плечевом суставе. То же самое. Грудной отдел. То, что у нас грудной отдел, в принципе гибкость, это нам природа. Разработать очень сложно. То есть если в позвоночнике, в поясничном отделе можно, то в грудном это для того нам природа. Опять за ушки впервые, можно просто руками, и за ушки назад. Они, по идее, сама не делают руки назад. Они должны, по идее, у кого гибкость в грудном отделе есть, у нее руки должны спокойно отводиться назад, она самостоятельно. Кто не может, мы сами пробуем, насколько туго идут руки назад. Дальше. Дальше. У нас складка. Мы складку проверяем. Нос коленки. Стоя. Клипочку. Обязательно стоя. Нос коленки и при этом колени выплывают. Да? Насколько у нее туго идет вперед. Многие дети гнулся вот в таком положении. Вот так. Почему-то тазоведренный сустав совсем не в нем справляется. То есть мы тут смотрим, насколько у нее складывается тазоведренный сустав. Сойди, зайка, снимай. Очень много детей подъема, когда вы делаете, и за счет пальцев касается пола. Поэтому оценить, насколько подъем тоже очень сложно, потому что многие дети садятся, пальцы вот так сгибают, и вроде как уже они коснулись пола. А при этом сам подъем вообще не двигается. И тут тоже надо смотреть руками. Если подъем эластичный, да, и он поддается, то значит с ним можно работать, и что-то делать. Вот тут вы видите, да, в принципе. Пальцы гнутся, вот то, от чего я показываю. Но сам подъем, он туговат. То есть вот сейчас то, что мы делаем на занятиях, на зарабатывах, то есть ей, в принципе, как бы сложновато. Есть очень мягкие, но они просто связки слабые, и из-за этого они не чувствуют, а подъем сам по себе очень мягкий. Поэтому тут надо выделять очень много давать такого упражнения именно на укрепление связок. Стопы, опять же, плоскостопные, и вот эти вот здесь очень много связочек, сухожилий, которые иногда просто очень другие, и их тяжело растянуть. Просим напрячь, опять же, в ведро, в колено, так, чтобы одорвались в колено. Очень много детей, у которых подколенная связка вообще никак не распрячивает. Из-за этого колено у нас торчает, да. То есть это тоже, в принципе, руками надо чувствовать, насколько это другое. Если у ребенка, в принципе, ногами плохо, значит с этим тоже можно работать. Теперь натянем ножки и в складочку. И вот так вот, прижимать ножку, мы смотрим, насколько она легко может сложиться в складку. Потому что тут также рассматриваются все вот эти вот недочеты, именно позвоночники. То есть это уже как-то проблемы. Так. Так.